Коникам отводят важную роль в экосистеме острова. Дикие лошади будут регулировать растительность и поддерживать разнообразие ландшафтов, говорят специалисты. Сегодня вы присутствовали на очень интересном и знаменательном событии. Мы сегодня наконец-то после очень длительной работы, то есть это более полутора лет шла работа по завозу очень интересного животного. Это польский коник. Чтобы попасть в Украину, коники проделали долгий путь. Переезд они перенесли хорошо. К счастью, все вроде бы прошло неплохо. Конечно, любой транспорт подобных животных – это стресс. Фактически мы видели окончание операции, которая длилась, наверное, полтора года, начиная от идеи прохождения всех процедур, согласования, анализов, карантина в двух странах. Лошади прибыли с Латвии, преодолев территорию Литвы, Белоруссии. Приехали в Украину. Больше месяца находились на карантине здесь. И сейчас, сегодня, наконец, мы их смогли выпустить на прекрасный остров украинской дельты Дуная. Лошади породы коник смогут хорошо приспособиться к новым условиям жизни, говорят специалисты. Почему эти лошади? Почему мы их привезли? Потому что эти лошади – это дикие лошади. Они всю жизнь, уже много поколений, живут на диких территориях, на многих территориях Европы, включая Латвию. Они выживают без человека, они способны выжить зимой, они способны обороняться от хищников, даже волк. Они живут там, где есть волки. Они устойчивы к болезням. И мы надеемся, что здесь они хорошо приживутся. Порода лошадей коник похожа на вымерших несколько веков назад тарпанов. Ожидается, что крупные травоядные животные будут привлекать внимание туристов к этой живописной местности. Лошади, как любые травоядные, это очень важная часть природы, экосистемы. Мы часто говорим, что у нас красивая есть природа, но у них нет актеров. Это как театр без актеров. Когда-то европейские леса, острова населяли большое количество крупных животных. Когда-то были дикие лошади, они исчезли. В природе их не осталось, они вымерли. Но вот эти породы, они как раз очень близки к исчезнувшей европейской дикой лошади тарпану. И они здесь будут играть ту экологическую функцию, которую бы играл тарпан, если бы он дожил до наших дней. У коников на острове будет интересное соседство. Несколько недель назад сюда заселили буйволов, которые вместе с дикими лошадьми будут регулировать растительность и поддерживать разнообразие ландшафтов и жизни на острове. Несколько недель тому назад на этом же острове мы выпускали карпатский тип водяного буйвола, то есть водяного буйвола. И в настоящий момент остров представляет очень интересный пример того, как разные типы травоядных, которые сейчас есть на острове, они в целом могут позитивно влиять, в комплексе влиять на состояние экосистемы этого острова. До конца года планируется завести вторую партию лошадей на остров. В скором времени остров Ермаков станет одной из самых богатых территорий Дунайского биосферного заповедника с точки зрения биоразнообразия, что сделает его привлекательным для экотуристов, говорят специалисты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok